Здравствуйте! В студии Елена Красовская со сводкой последних новостей Новороссии. 12.15 по Москве в районе Шахтерска фашисты обстреляли место, откуда выезжал автобус, на лобовом стекле которого было написано «Дети», на что фашисты не обратили внимания. Огонь велся из минометов, автобус чуть не подорвался, осколками повыбивало все стекла. Дети очень напуганы. По предварительной информации, жертв нет. Продолжаются ожесточенные бои между Шахтерском и Торезом Донецкой Народной Республики. В результате боя уничтожен один танк противника и захвачено два БМП. Одна из них находится в исправном состоянии. У фашистов 9,02, один взят в плен, но получение без потерь. Также артиллерийским огнем уничтожена колонна снабжения противника. В частности, уничтожено три Урала со снарядами. Стрелков рассказал, что по данным, которыми он располагает, украинские каратели готовят крупную провокацию, цель которой – объявление ДНР террористической организацией и уничтожение мирного населения при помощи запуска баллистических ракет в крайнилище с ядовитым хлором. По его информации, в течение трех ночей на территорию Краматорска военно-транспортными самолетами были переброшены три ракеты для пусковых установок «Точка-У». Сейчас они проходят обслуживание и готовятся к запуску. У Организации Объединенных Наций нет доказательств того, что Россия поставляет вооружение полученцам на востоке Украины. Об этом сообщил сегодня Верховный комиссар ООН по правам человека. Парламент Украины сегодня на заседание не принял отставку Арсения Яцуника с должности изображающего премьер-министра Украины. За такое решение проголосовали всего 16 депутатов. По закону отставка главы Кабмина влечет за собой отставку всего состава правительства. Правительство будет делать вид и дальше, что оно выполняет свои обязанности до формирования нового состава Кабинета министров. Мало того, что патриот Коломойский для своего народа продает бронежилеты в два раза дороже, так теперь каждый украинец по воле хунты сделает свой вклад в кровопролитие размером в полтора процента от зарплаты. Верховная Рада Украины согласилась с предложением Кабинета министров ввести военный сбор ставкой в полтора процента с доходов физических лиц. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. Вся правда о Юго-Востоке по-прежнему на информационном канале Анна Ньюс. Удачи вам и до встречи.